Здравствуйте, уважаемые телезрители! 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Откровенно говоря, это слово «борьба» мне не очень нравится, потому что в пылу этих самых сражений мы зачастую забываем о самом главном. Ради чего мы все это делаем? Проводим мероприятия, устраиваем акции, но главный субъект нашего внимания, человек, остается без конкретной помощи. Внимательной с опаской, наблюдая за распространением COVID-19 по планете и с трудом преодолевая последствия ледяного дождя, мы и совсем забыли о другой, не менее важной медицинской проблеме, вернее социальной проблеме, это СПИД. Еще недавно нас пугали этой неизлечимой болезнью, называли ее чумой 20 века. Оказалось, лечится. Как именно? Об этом мы поговорим сегодня с начальником отдела организации охраны здоровья граждан администрации Артемовского городского округа Ириной Синатрусовой и главным врачом центра медицинской профилактики Еленой Ворончук. Скажите, пожалуйста, а есть какая-то статистика по заболеваемости? Статистика есть, но мы знаем, что фактически настоящие цифры статистики, они превышают в 5 раз то, что у нас указано в отчетах. Потому что многие люди просто не знают свой статус, и поэтому они не учитываются как ВИЧ-положительные. То есть болезнь протекает бессимптомно, и люди не обречаются к врачу зачастую. Статистика такова, что из 100 человек один ВИЧ-инфицированный. Население Российской Федерации 146 миллионов, а миллион 400 человек ВИЧ-инфицированных. Понятно, что в группу риска входят люди молодые и половозрелые. Но болезнь, она ведь возраст не определяет. Заразиться может любой? Заразиться может любой, и в группе риска любой человек находится, в жизни которого есть сексуальные отношения. Нет, не только сексуальные, любой контакт. Это могут быть и новорожденные. Если мама больна ВИЧ-инфекцией, она не принимает терапию. То есть от матери к ребенку приедет? Конечно, всегда этот путь не исключен. Это любая кроводача может быть. То есть там, где связано с биологическими жидкостями человека, имеется дефект кожи, либо это какие-то внутривенные, внутримышечные, что-то еще какие-то инъекции. Вирус иммунодефицита, он может заражать всех. Есть способы передачи через кровь, через половые контакты и от матери к ребенку. Это может быть и в родах, и при кормлении грудным молоком. То есть вы хотите сказать, если я стою и спокойно общаюсь с человеком, у которого синдром приобретенного иммунодефицита, то я ничем не рискую? Нет, ничего. Вы даже можете с ним целоваться. Вы ничем не рискуете. Ну, если у вас нет каких-то трещин на губах, если там, ну, как бы, да. Каких-то прямых иммунодефицит. А мы же не знаем, есть у нас трещины на губах или нет. Выловаться нужно тоже, да? То есть не совсем межподряд, да? Так же, как обниматься. Тем более в условиях коронавируса. Да, и мы сегодня, нас научил коронавирус, да, вот эти вот, когда мы всех подряд кидались обниматься, знакомые или незнакомые, и все прямо вот это вот было счастье. У нас сегодня... Не все, не все. Ну, коронавирус нас сегодня научил, свои эмоции немного сдерживая, да, и круг тесного общения, его на самом деле, он должен быть именно теми близкими, которые у вас есть. Заразиться, обнимаясь... Нет, со свечи все равно нет. Да, это нереально. Причем для того, чтобы произошло заражение, должно быть, ну, должна попасть кровь именно вот в кровяное русло. То есть должен быть туда проток. Никогда вытекает кровь? То есть уже сейчас проанализировали разные способы. То есть для того, чтобы заразиться, нужно проделать... Очень постараться. ...вольно или невольно, да, определенные процедуры. Да, и очень постараться. Тогда эта болезнь, ну, в общем-то, не страшна. Не всегда такое поведение безопасное. То есть люди же не задумываются о каких-то последствиях, а болезнь протекает бессимптомно. И сейчас, учитывая, что на первое место выходит именно половой путь передачи этой инфекции, поэтому вот я и сказала вначале, что особенно в группе риска находятся все, в чьей жизни есть именно интимные отношения. Потому что... Люди за эмоциями просто забывают свои гигиенические... Какие-то навыки, да. Защиту свою. Забывают поговорить с партнером, узнать с кем. Особенно это при употреблении каких-то психоактивных веществ, которые меняют наше поведение. Там тот же алкоголь, там еще что. Да. Поэтому вот сейчас на первое место, почему и опять забили мы тревогу, медицинские работники, потому что на первое место выходит именно половой путь передачи. Как-то более-менее отошел немножко... Наркотики отошли. Внутривенные вот эти инъекции, как-то они отошли. А половой путь передачи, он выходит на первое место. И наиболее часто выявляется именно у представительниц женского пола. И после 40 лет. То есть вот это примерно такой портрет ВИЧ-инфицированного человека. Еще недавно приходилось слышать мнение в медицинском сообществе, что наркоманы, они сплошь больны спидом. Сейчас это уже не так. Сейчас мы видим, ну вот тот след, тот хвостик, который тянется еще с того периода, когда у нас процветало вот внутривенные вот эти наркотики. И люди, которые заболели тогда, они, конечно, не знают. Ну, наркоманов оно и осталось. Да, оно так и остается. Наркоманов оно и осталось. Просто сейчас другие наркотики, сейчас поменялись разные способы употребления. Ну, тридинно мало уже кто колется, да? Всякое бывает. Но у наркоманов оно и осталось. Если мы когда еще лет 15 назад говорили, что на первом месте это наркоманы, употребляющие инъекционные, да, и они занимали львиную долю из всех ВИЧ-инфицированных, это изменилось в течение 10 лет. То есть сегодня люди, которые в сексуальном плане не соблюдают гигиенические требования, не разборчивые и все остальное. Это говорит наш президент с низкой социальной ответственностью. Да, правильно, да. И они сегодня превалируют. В группе ВИЧ-инфицированных они это занимают большую уже долю. А лица, употребляющие наркотики, их стало меньше. Но в группе наркоманов ВИЧ-инфицированные занимают свою большую долю. Мы с вами знаем, что остановить распространение заболеваемости можно только методами профилактики. Каждый должен для себя определить, что это он должен остановить распространение этой инфекции. Каждый должен принять для себя определенное такое безопасное поведение. То есть быть верным своему партнеру. Но тут и партнер должен быть верный вам. Если человек не знает статуса своего партнера, то нужно использовать средства защиты. Определить для себя, что вот вы будете действовать вот так в течение всей своей жизни. Будете разговаривать об этом со своим партнером. Вместе сдадите тесты, пройдете. Тогда можно остановить распространение этой инфекции. Вот в этом и есть профилактика. То есть только в нашем ответственном поведении. Каждого человека. А если это любовь? Люди просто живут и не задумываются об этом. А это как раз и есть любовь. Когда вы с человеком обсуждаете такой серьезный вопрос. Вопрос, касающийся вашей жизни, ваших будущих детей. Это и есть показатель ответственного отношения к своему партнеру, к себе. Вы вместе приходите и вместе, например, сдаете тест. Тест анонимно можно сдать и у нас в центре. Можно сдать в своей поликлинике по месту жительства и в центре СПИД. Чем лечится СПИД вот сейчас в современных условиях? Если раньше нужно было, например, пить горсть таблеток, 15 таблеток, то сейчас это буквально 2-3 таблетки в день. И у человека уже под контролем развития этого вируса. Такой человек, который четко выполняет все рекомендации, который принимает такую терапию, он не является уже заразным. Желательно своему партнеру сказать о том, что еще до начала отношений, сказать, что ВИЧ-инфицирован. К сожалению, таких случаев, когда человек не говорит, очень много. И, к сожалению, мы видим сейчас именно такой всплеск, когда заражаются от самого близкого человека, от мужа, от жены. Вот недавно к нам приходила девушка. А что вы на меня посмотрели? А я же с вами просто разговариваю. Приходила девушка недавно, просто она вся в слезах была, и рассказала свою историю, что решили расстаться с мужем. И тут муж начал говорить, что он ВИЧ-инфицированный. И она говорит, ну я как-то это подозревала, что это у него есть. Там и знакомые кто-то говорили. И тут она, естественно, подумала о себе. И она пришла. И когда мы с ней увидели, что у нее результат отрицательный, конечно, она обрадовалась и ушла счастливой. Но нужно переделать еще через 3 месяца тест. И все-таки давайте подробнее поговорим о мерах профилактики. Ну, меры профилактики, они очень простые. Но кроме откровенной беседы нужно что еще сделать? Нет, я хочу сказать, что, во-первых, этим занимается наш центр медицинской профилактики, занимается образование. Мы начинаем информировать и проводить гигиеническое обучение детей в школах. Еще подростками. Во-первых, если ты, мы все знаем, если ты знаешь, что ты вооружен. Поэтому те анкеты, которые мы вот 2 года проводили среди подростков, нас радует в том плане, что все знают пути заражения подростки. Все говорят о том, что они на защищенный секс. Все знают они, что с больным, ВИЧ-инфицированным и СПИДом можно и в компании дружить, это может быть и другом он, и общаться. Это нас радует о том, что наше подрастающее поколение как бы информировано. А подростки тоже болеют? Конечно. Конечно, болеют подростки. И если это мы говорим о пути заражения половом, это защищенный секс. Всегда должен у мальчика и у девочки быть презерватив в кармане или в сумочке. Это обязательно условие. Как у школьника ручкой и тетрадь. Да, да. Потому что мы все живые, мы все люди, мы все понимаем, мы можем говорить о больших нравственных материях, но жизнь богаче в этой жизни. И наша задача наших подростков и детей научить безопасной жизни, их вооружить знаниями. И у них это должно быть обязательно. Второе, понятно, это исключить пути парантеральные. Это одноразовый инструментарий медицинский. Это обязательное условие. То есть мы сегодня на прием к гинекологу приходим. У нас одноразовый, все есть инструментарий. К стоматологам приходим, ну, к хирургам приходим. Все уже давно одноразовый, весь инструментарий. И понятно, если мама ВИЧ-инфицированная, она беременная, и рождается ребенок, проходит курс, она защитная терапия. Если женщина хочет родить здорового ребенка, 100% она это может сделать, если она этого захочет. И сегодня очень много детей, у нас здоровых рождается, от ВИЧ-инфицированных мам. То есть сегодня есть все пути защиты и профилактики от данной инфекции. Главное, что выберет сам человек. Что происходит в организме человека, если он вдруг заболел? Мы знаем, что при ковид разрушаются легкие и другие жизненно важные органы. А при спиде? Человеческий организм совершенный. Мы всегда встречаемся с массой инфекцией. Но у нас есть защитные клетки, это иммунная система, лимфоцитарная система, которая нас с вами защищает. И сегодня данный вирус, он эту систему уничтожает. И получается, человек, он без самозащиты. У него нет вот этого, этих клеток защиты. И лекарственная терапия сегодня не позволяет вирусу уничтожать нашу собственную систему и ее сохранять, чтобы она защищала нас с вами. А как больной при этом себя чувствует? Сначала на первой стадии, на стадии инфицирования ничего нет. Ничего нет. Абсолютно ничего. И может быть несколько лет ничего нет, и 10 лет ничего нет. Да. А вот когда человек уже начинает болеть, и как-то вот... Когда иммунная система совсем исчезла, защита меня. Это как-то не характерно для него, например, слишком часто, или какая-то такая инфекция, которая не может вылечиться, герпес, грибковые заболевания, поражения, тогда это врача наталкивает, что нужно этого человека обследовать на ВИЧ. И такие люди обследуются. Это психология. По любому заболеванию серьезно... Мы знаем, что все болезни человека в голове. Что ты себе придумал, то у тебя и нашел доктора? Ну, не все. В голове это до того, когда человек заразился. Вот у него в голове... Либо заболевание, либо ты похудела, либо еще какие-то кожные. То есть уже пошли проблемы, которые не отложишь на завтрак, так, да, Лена Гнина? И тогда человек приходит. Это психология. Это мы такие с вами. Что еще может предложить современная медицина тем, кто еще не заболел, но находится в группе риска? Современная медицина предлагает и предконтактную профилактику, и постконтактную профилактику. То есть сейчас есть такие схемы, когда вы, например, сомневаетесь в статусе своего партнера, или, ну, произошел контакт, и вы не подумали ни о чем, а вот через два часа, через три часа вы уже подумали. И вас, так сказать, шарахнуло. Можно прийти в спид-центр и получить постконтактную профилактику. Это те же самые препараты для лечения, которые пьются в течение месяца. Если, а предконтактная профилактика, когда вы, опять же, не знаете статус партнера и не хотите использовать другие средства защиты. Но, опять же, это очень дорого и достаточная такая нагрузка для организма, поэтому все-таки лучше как-то свое поведение контролировать и использовать другие, самым таким безопасным и самым дешевым средством защиты на сегодня является презерватив. Где заразившийся спидом человек может получить медицинскую помощь? И в чем она состоит? Наша задача, если мы выявляем у человека положительный статус, то наша задача направить его в центр спида, где ему проводят уже обследование более полное. Раз в полгода человек получает препараты и спокойно принимает их. Я хочу еще уточнить, в нашем городе есть спид-лаборатория на базе второй больницы, которую можно приехать и сдать всем жителям города Артема там, уточнить. Там уже полный, идет развернутый анализ, потому что экспресс-диагностика, это же экспресс, а нужна полная диагностика. В нашей спид-лаборатории вы можете приехать и анонимно все это можно сделать, сдать. Если у вас подтвержден диагноз, понятно, что он подтверждается, это в краевом спид-центре. Дальше больной передается по месту жительства. В каждой поликлинике есть специалисты по ведению данных больных. Все они находятся на учете пофамильно, и их контролирует врач-инфекционист. В первой больнице тоже есть доктор, который закреплен за данным пациентом. И пациент знает данного врача, и врач пофамильно знает, кто как наблюдается, у кого какая вирусная нагрузка, и кто копьет препараты. А сейчас, в период пандемии коронавируса, можно ли попасть на прием врачу, который занимается именно проблемами с пиелем? Конечно, можно. Врач-инфекционист второй больницы работает, и точно так же, как и в первой больнице, у них отдельно выделен блок врачей, которые не занимаются инфекционными больными, а не отдельно. Первая майская 8, терапевт, он ведет прием больных с другой патологией. Мы все время с вами говорим о методах профилактики, и забываем такую важную сторону этой проблемы, как моральную. Изменились, конечно, отношения. Моральная сторона, она уходит, потому что есть определенные возрастные такие периоды, когда мы-то, как врачи, рассказываем, мы стихи читаем про любовь, и, то есть, в определенные такие периоды нужно, наоборот, акцентировать внимание на красоте отношений, на красоте любви, на романтизации любви. К сожалению, так устроена и вся система интернета, что независимо от возраста, люди заходят совсем туда, куда им не надо. И получается, вот эта стадия романтизации отношений, когда вот она должна сформироваться, это где-то там до 14 лет. А тут сразу люди узнают, смотрят физиологию в каких-то мультиках. Это очень частая тема, с которой обращаются к нам за консультацией, что делать и как быть. И мы-то рассказываем, что делать и куда обратить внимание, что и проконтролировать, на какие сайты заходят ваш ребенок. Не должно быть все прям вот так вот спокойно, и все-таки родители должны какую-то контролирующую такую функцию выполнять. Даже откровенные разговоры о том, что такая проблема существует, откровенные разговоры и со своим партнером. Это и есть именно такая моральная сторона этого вопроса, что обязательно нужно поговорить, потому что у нас всегда даже кризисы семейные, это кризис именно отношений. Люди не могут договориться. То есть именно вот эту сторону нужно воспитывать. Елена Евгеньевна, вы все время уходите в какую-то психологию. Давайте говорить проще. Вот из нашей беседы я понял только одну вещь. Для того, чтобы уберечься от заболевания с ПИДом, нужно просто любить и быть любимым. Мы сами жизнь это выбираем, те условия, наверное, в которых мы живем. Мы сегодня бежим и ни о чем не задумываемся, даже не спрашиваем себя, а что бежим, куда бежим и для чего бежим. У нас сегодня повседневность, наверное, этим бегом наградила одно, и второе, это равнодушие, которое проявляется везде. Оно проявляется в уход за старым поколением, оно проявляется в равнодушие, в уход. Ведь никто не... Вот понимаете, мораль – это когда общество, оно полностью противостоит. А сегодня все очень тихо, где-то на кухне поговорят о чем-то, но никто громко ни о чем не заявит о том, что сегодня семья – это да, и это в семье должно быть, или это рядом было. То есть понимаете, вот это вот... О ней никто не задумывается. Она неудобна. Вот простите меня, я смотрю, когда на сегодняшний бег, и я думаю, ну почему же сегодня нет высоких отношений таких... Ну как очень редко, мы с вами видим плотности, которая должна быть. Сегодня сам человек, если он думает о себе, о своем здоровье, он будет здоров, счастлив, и все будет. Мы этого не хотим, мы не делаем. Мы не задумываемся, это трудно. Это работа мораль, да, это работа противостоять плохому. Немного мрачновато. Мрачновато, но я это вижу, но я это вижу. Модернизация и оптимизация медицинской отрасли нам всем показала, что наше здоровье находится в наших руках, до тех пор, пока мы не заболели. Врачи, безусловно, помогут теми средствами и методами, которыми обладают, которые у них имеются, но рассчитывать нужно прежде всего на себя, на свое терпение, выдержку и кошелек. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова